30 мая в актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий прошло награждение ежегодного конкурса на лучшую научную работу студентов КФУ. Церемония награждения началась с торжественного слова Дмитрия Таюрского, первого проректора, проректора по научной деятельности. В президиуме присутствовали заместитель начальника управления научно-исследовательской деятельности Лилия Валиева, представитель конкурсной комиссии по социо-гуманитарному направлению Ляйла Сабирова и представитель конкурсной комиссии по естественно-научному и инженерно-техническому направлениям Александр Герасимов. Коллеги также поприветствовали участников, а после лично вручили номинантам, победителям и их научным руководителям дипломы, медали и благодарственные письма. Черты будущего научного исследователя, патриота Родины, они формируются именно вот в таких маленьких коллективах при непосредственном контакте с научным руководителем, когда приходит осознание, погружение в то, зачем на вот это стоили научные исследования. В этом году оценка довольно сложная, качество работ постоянно растет, количество работ постоянно растет, многие институты переходят в область междисциплинарных исследований, поэтому наше жюри включает в себя представители абсолютно всех институтов, что помогает нам довольно хорошо провести оценку, несмотря на то, что зачастую даже членам жюри, как представителям научного сообщества, не хватает квалификации даже за оценки уже студенческих работ. Но мы тоже будем развиваться, расти, чтобы в дальнейшем все лучше и лучше проводить и оценивать качество работ студентов. Для того, чтобы перейти к финалу, было необходимо пройти два заочных этапа и одиночный, где студенты презентовали свои доклады. Умение представить перед аудиторией результат проведенной работы также оценивался конкурсной комиссией. На второй этап конкурса было подано 155 научных работ, из них по естественно научному и инженерно-техническому направлениям 55, по социогуманитарному 100 работ. На финальном этапе конкурса осталось всего 55 научных проектов. Не менее ценно то, что некоторые студенты не в первый раз принимают участие в конкурсе. Моя работа посвящена тонкомплёточным системам, которые перспективны в микроэлектронике, они работают на магнитных моментах. На самом деле важной частью исследований, конечно же, стала прикладная часть, ведь мы все это делаем, чтобы доставить пользу людям все эти технологии. Они должны упрощать нам жизнь, делать ее лучше, качественнее. Тема моей научной работы была связана с тюркскими эпиграфическими памятниками, которые находятся на территории Оренгурской области. Я ездил по степям, фотографировал памятники, переводил, описывал. Самое главное, конечно, это сохранить историческое наследие региона. Каждый человек должен сохранять историческое наследие. Отдельную благодарность хочу выразить организаторам конкурса, что организовали такой замечательный конкурс. И, конечно же, благодарность своему научному руководителю, Айдару Марсельовичу Генединову, что помогал мне на протяжении всего конкурса. Успех ждет тех, кто уже во время студенчества начинает пробовать себя в разных сферах деятельности, в том числе в науке. Студенты как бакалавриата, так и магистратуры могут себя показать и проявить. Конкурс прошел. Даем начало отчету до нового конкурса. Такими словами завершил награждение Дмитрий Таюрский. Подобные мероприятия конкурса на лучшие научные работы стали одними из лучших традиций КФУ. Вероника Туманова, Резида Каримова, Тимур Ахметов. Неверновости. Субтитры создавал DimaTorzok